То есть количество больных будет уже достигать до 30-35 человек со своим оборудованием и оснащением того, что требуется для больных, для лечения больных коронавирусом. В ходе беседы мы обсудили вопросы и актуальные на сегодняшний день по муниципалитету вопросы, которые имеются и которые насущны в нашем муниципалитете. Как нам объяснил Батонник Ахи, к этим новым помещениям будут прибавляться и аппараты для вентиляции легких, то есть то оборудование, которое необходимо будет им до прибытия реанимации, если на то будет уже необходимость. То есть эти больные будут находиться именно подключены к специальным аппаратам до приезда реамобиля. Дальше уже эти больные будут, естественно, доставляться в специальные госпитали, предназначенные для лечения коронавирусом. А то, что те условия, которые именно необходимы будут для предоставления, для выхода из вот этой критической ситуации, сейчас работают, разрабатывают, именно работают на третий. Вот на сегодняшний момент, на сегодняшний, как говорится, день. И вы дополнительную информацию тоже можете узнать специально из самой сети Эвекса, связаться с их пресс-службой, которая предоставляет детальную информацию, дополнительную информацию о том, каков будет порядок и какова, значит, схема вот этого, как говорится, вот этой работа для правления коронавирусом. Я просто хотела бы, чтобы наше население не впадало в панику, не надо паниковать. У нас самая, как говорится, интересная грань общества. Одна часть, которая вообще не верит о существовании коронавируса, и вторая часть, которая почему-то панически вот все вот это усугубляет. Я бы хотела, чтобы мы все очень грамотные, начательные люди. Слава Богу, у нас нет недостатка информации, и здесь не надо уже, говорится, попасть в панику, не надо никого обвинять, потому что болезнь – это такая вещь, никто не застрахован, никто не зарегистрирован, и никто не знает, что случается с нашим организмом, потому что мы сами не чувствуем порой, что происходит с нашим организмом. Поэтому я бы хотела, чтобы в первую очередь мы очень грамотно рассматривали и себя, и свой организм в первую очередь, и, естественно, грамотно ввели вот эту ситуацию, кому нужно обратиться, как нужно обратиться, и что нам нужно сделать. О сдаче теста тоже вы можете взять информацию, потому что у нас тоже вот очень неправильная информация о сдаче теста, потому что теста, вы знаете, с самого начала были бесплатные, и сейчас в ряде случаев, это когда человек думает, что у него, думает он, у него какой-то симптом оказывается в его организме, и он хочет убедиться, он болеет или не болеет, вот в этом случае, если у него никаких там, как говорится, специальных симптомов, которые указывают на вот эту болезнь, вот в этом случае он может сам просто для того, чтобы знать, убедиться, утвердиться, сдать тест, а при самой необходимости, когда у человека имеется реальная вот угроза того, что у него вот такая ситуация с высокой температурой, и характеризованная со специальными симптомами, вот в этом случае он имеет специальный, специальный, как говорится, по специальной программе и по специальному регламенту делается тестирование, а так пройтись или сделать кому-то, кто захочет, кто проснется, пойти и сдавать тест, это тоже, вот я говорю, мы просто хотим, просто я бы хотела, чтобы мы грамотно вели вот эту ситуацию, я опять-таки говорю, не надо ни на кого там указывать, не надо никого обвинять, грамотно узнавайте, звоните, проконсультируйтесь, и вот только в этом случае уже после вот этого можно уже будет, как говорится, выйти из этой ситуации. Продолжение следует...